Всем привет! Сегодня по заявкам подписчиков я решила рассказать вам, где же находится магазин с кожаной обувью. В Маркантале, так же как и во всех торговых центрах, есть Фло, есть Деримод, в которых есть и кожаная обувь, и некожаная. Возле кожаной будет такая бирочка кожи. Это считается кожаной. Насколько, это правда, насколько хорошая кожа, вы же знаете, даже оригинальная кожа бывает разного качества. Вы можете сами посмотреть. Сейчас я хочу показать вам пару магазинов, которые я знаю нормальной кожи. От Маркантале мы идем вниз, пока пол ее сейчас. Я знаю, что не относятся к обуви, но вот здесь открылся новый магазин НББ Нижнего Белья. Здесь была Лоя, по-моему. Так, а пишет Лоя, я что-то не поняла, что это. Я зашла спросила, Лоя не закрылась. Это просто марка Нижнего Белья НББ, которую они продают в Лои. Так что ничего не поменялось. Ну, вот такой трюк, знаете, чтобы привлечь внимание. Там проходило золото по скидкам, людей куча. Я даже побоялась заходить, посмотри. Пройдя сдачу крови, вы переходите через дорогу и заворачиваете на... И вот буквально сразу третий магазин Дана Джи. Вот здесь кожаная обувь. Ну, говорят, хорошая. Ну, вот эта женская коллекция идет свадебная. Она сказала, что вообще фабрика находится в Измире. Но есть некоторые обувь, которые делаются вручную. Тогда они уже берут из Анкары, из Истамбула. Вот. Но основная идет, конечно же, из Мира. Вот, например, босоножки тоже. Кожа. Вот, например, это 200, которые начинают, 200 до 800 лир. Это летний обувь. Сонбахар айным? Осенний, например, может даже начинаться со 150 лир. Почему, если, например, осталась одна пара, чтобы ее продать один размер. Наверное, в прошлый сезон они могут отдать даже за 150. Такие модели. Я смотрю, что на втором этаже женская обувь. Она говорит, что такие же находятся и на первом этаже, а ниже. Здесь можно померить спокойно, если много людей на первом этаже. Мне кажется, кожа у меня, когда подружка приезжала из Германии, она посмотрела через 9 минут и говорит, что это кожа. Я вижу. К сожалению, был закрыт магазин, и она не смогла купить ничего. Говорит, что на следующий раз точно куплю. Магазин небольшой, но можете зайти посмотреть. Сумочки оригинальные. Понятно, это не кожа, это марка Поло, они говорят. Сумки стоят от 200 до 250 лир. Вот такие модели. Сразу же с правой стороны от того магазина есть еще Тура. Можете зайти и здесь спросить. Возможно, здесь есть... Пройдя от этих двух магазинов на вот этот проходик, да, есть еще Барту кожаная обувь. Еще один обувной магазин, который находится на Ишекларе. Понятно, что вот с этой стороны это все кожаная обувь. Некадаро? Дели айкабулар 190-220 лир. Оржинал дели. 190 лир? Нет, нет, но это нет. Сады они. Только здесь. 190 лир. 190-220 лир. 220 до 212 лир. Еще один магазин кожаной обуви находится в этом районе. То есть, вот видите, сзади меня Гюлюк, заканчивается вот эта розовая башня, башня из роз, и вы идёте прямо вверх по Гюлюку, и там увидите парк и петроль-офис. Сразу за петроль-офисы будет Туркия-банкасы и Сарачулу и Шмертези. На нулево мужская обувь, а на минус первую женская обувь. Здесь обувь и начинается цена от 85 лир до 110 лир. Но если вы рассчитываетесь наличными, то будет 80 и 100 лир. Есть по 65 лир, а те, что, например, летние, они даже по 20 лир. В основном здесь кожаные обувь, но можете спросить, есть иногда и не настоящая кожа. Почему такая цена? Потому что здесь один размер, одна пара. Например, 38-й одна пара такая, 37-й, ну понятно, да, то, что осталось. Иногда, вот когда я смотрю на эту обувь, мне кажется, что всё-таки она, ну, не первой свежести, скажем так, но я вижу некоторые просто слабые. Для тех, кто любит очень часто менять обувь под цвет одежды, по 20 лир можно брать. Здесь три магазина, один вот именно ботинки идут, да, сапожки. Это как бы и летние, и сапожки в перемешку, а вот под ступеньками только летние. Поднимаясь снизу от велюка, проходите моду-лайн, и вот здесь будет Истамбул Аякавлары. Очень большой выбор, но именно кожа один ряд, всё остальное это заменитель. Вот здесь один ряд, это кожаная обувь от 190 до 220 лир, но они говорят, что ещё могут скидку сделать. А уже отсюда пошёл очень хороший качественный заменитель. Видите, он специально палит, чтобы показать, что это заменитель, но он тоже не горит. Так же, как и кожа специально так делают, чтобы развести покупателей. К сожалению, это Турция. Вот поэтому он говорит, у нас очень широкий выбор, но это всё не кожа. Тоже хорошая качественная обувь, дают гарантию, она не промокает. Но если вы ищете натуральную кожу, то это не сюда. Только вот один ряд, это сто процентов кожа. Тойдя почти до конца гюлюка, вот видите, селеклер чаш, если там виднеется. Вот здесь ещё есть такой Аджаро Улары, обувный магазин. Я летний покупала босоножки кожаные, очень хорошие. Но сейчас я зашла, мне не понравился выбор вообще. То есть мне кажется, там не кожа далеко. Вы переходите через дорогу, вот с той стороны будет Марк Анталия, вы проходите сюда. И идёте, видите, в Донер. Пойдя до Донера за 6 лир. Видите? Денис Аякабе. Вот этот магазинчик, у него иногда тоже привозят кожаные обуви. Я когда буду делать обзор своей обуви, я вам покажу босоножки, которые я здесь купила, реально кожаные. Но вот осенние коллекции, тут только пару штук. Может, ещё будут, сказали, привозить. Но летняя обувь кожа. Честно скажу, я не разбираюсь в коже. То есть на вид это кожаные. Если вы пойдёте покупать туда, пожалуйста, напишите в комментариях, или это правда кожа. Я думаю, вы лучше, может, разбираетесь. Всем, кто будет смотреть видео, я думаю, будет полезно узнать, настоящая там кожа или нет. Но просто по сравнению с той, что я даже заходила вчера, Деримот смотрела, да, мне кажется, Деримот там не кожа. Разве что, вот девочки сказали, если есть дырочка кожи, то это кожа. Но вы же понимаете, по качеству она есть разная. Бывают такие заменители, что даже лучше кожа. Ну, не угадаешь. Я вас целую, люблю, обнимаю. Надеюсь, видео было бы полезным.